Добрый день, уважаемые подписчики! Димексид всем знаком. Здесь выложил видео, и там много вопросов, вернее, много претензий к тому, что такого не может быть, не надо много держать, смывать он не должен. Для интереса решил провести эксперимент. Взял 4 бэушных поршня. И сейчас попробую в разном сочетании, при разной температуре, помыть их. И также посмотрим, смоют с них напыление тефлоновое. Они бывают с тефлоновым напылением, бывают с графитовым напылением, может, еще с каким-то бывают, но чаще, от кого я слышал, это тефлоновое напыление. Хотя люди уже и в сковородках кипятили димексид, и тефлон на месте стоит, ничего не происходит с ним. Возможно, разный тефлон, возможно, разные условия напыления, толщина разная, может быть, просто не взял я его. Но то, что увидел я, я это и показал, его смыло. Беру поршни бэушные, сейчас разложу по чашке. Взял даже от дизельного, от Каменс, от Газели, поршни, вот видно, с напылением. Я его отдельно положу. Эти вот остатки напыления видно. Это с бензинового двигателя, тоже с Газели, с 409-го, вот тоже видно, потертый. Сейчас выберем, где побольше есть. Вот здесь побольше есть. Ну и общее загрязнение, я даже кольца не стал снимать. Так вот этот, если с загрязнением более-менее нормально. Они в целом-то не такие грязные. Дизельный, дизельный у нас вот с хорошим нагаром. Ну, весь вопрос не в нагаре, а вопрос вот в этом напылении. Возьму одну чашку, намешаю 30% димексида, 70% масла. Вторую чашку намешаю пополам. Половина масла, половина димексидой. И третью чашку чистый димексид сделаю. А эту сделаю, да тоже пополам с маслом сделаю. Если говорят, не надо мыть чистым, надо пополам, то чистым мы помоем только один поршень. Температура на улице сейчас у нас 34 градуса. Температуру жидкости буду нагревать газовой горелкой. Поставлю бруски. На брусках чашку нагрею, чтобы не плавилось. Беру масло. Вот такое масло использую из Ашана. Масло моторное 5,40 каждый день. Ну, как я и говорил, возьму 30%, а чтобы было, возьму мерную. Вот возьму вот такую емкость и использую ее. Наливаю столько же масла. Также сюда наливаю столько же масла. Вернее, сюда я налью две емкости масла. Вот так вот. Теперь открываем димексид. Ох, какая хорошая крышечка. Рассчитана ровно на бутылок. Поэтому вторую переливать уже не буду. Сюда наливаю одну крышечку, а сюда наливаю две крышечки. Ну, что вы. Делайте. Димексид. Ох. Молом. Димексид. Молом. Сюда наливаю просто чистый. И самое что. Димексид в масле не растворяется. Димексид плавает снизу под маслом, масло сверху. И также димексид не растворяется и в бензине. Интересно, сколько сейчас температуры у нас. Двадцать девять и девять жидкости. Двадцать девять и девять. Двадцать девять. Двадцать девять. Двадцать девять и здесь у нас чистый. Двадцать девять. Берем в чистом, помажем его. Теперь помажем этот с маслом у нас. И так же помажем этот весь. Двадцать девять. Двадцать девять. Двадцать девять. Двадцать девять. Беру горелку. Масло сразу начинает гореть. Масло по-другому. Масло по-другому. Масло по-другому. Масло по-другому. Я думаю, этого будет достаточно. 71 градус. Больше греть не буду. Поршень 66 градусов. А жидкость 78. Перепроверю. Ну да, жидкость 77,8. Ладно. Эту нагрели, пусть она у нас стоит. Все это моментально, особо долго держать не будем. Теперь, где у нас две части масла, одна часть димексида. Что у нас здесь происходит, не нагревая. Но димексид у нас в любом случае весь находится снизу. грязь не отходит. Как она была, так она и стоит. И посмотрим чистый димексид. Время не прошло, как мы его залезли. 5 минут. Вот чистый димексид. Грязь, грязь шевелится. Все, грязь видно шевелится, но без температуры эффекта особого нет. Подогреем ее тоже. А димексид оказывается горючий. Померяем, какая температура. Температура жидкости 95 градусов. При этой температуре димексид начал гореть. Ну а теперь попробуем. Что он сделает при такой температуре. И с грязью, и с напылением. Ну а теперь смотрите на напыление. Оно просто берет и смывается. При такой температуре. Вот я его щеткой. Немножко ввожу. И все, и напыление прямо на глазах уходит. А это всего температура рабочего двигателя. Сейчас освещение поставлю. Так вот, поставил освещение. Температура, рабочая температура в двигателе, да. И все, вон. Все напыление в чистом димексиде отлетает. Притом я еще тряпкой не вытирала. Если сейчас вытереть тряпкой, все это слетит еще быстрее. Вот сейчас поверну с другой стороны. Вот здесь хорошо видно. Еще часть напыления на месте. Оно махом смывается. Сейчас достану этот поршень и протру его тряпкой. И до такой же температуры, до 95-97 градусов, я нагрею сейчас первый поршень, который у нас с маслом. Вытаскиваю поршень. А вот теперь можно взять и тирануть тряпкой. На полении практически ничего не осталось. Хотя по времени прошло 15 минут. Ну, здесь все отлетает. Все, да, отлетает легко. Под кольцами, под кольцами при этой температуре не вылетело то, что там говорили, что дай температуру, подожди, и оно все отойдет. И не надо оставлять на 12 часов. Ничего подобного. Вот температуру дал. Ладно. Ставлю на место. И нагрею с маслом. Так, какая температура у нас сейчас там? 55,8 температура масла. Но здесь у нас димексид с маслом. Точно так же. Только температура ниже. Димексид с маслом смывает. Тефлоновое напыление. И говорить то, что там он чистый или он с маслом, работает он по-разному, ничего подобного. Димексид с маслом особо не размешивается, он находится внизу масла. Может быть при температуре у него смешиваемость и идет. Опять же, это химию надо знать. Но в данном случае, что с маслом, что без масла, димексид одинаково смывает тефлон. Но температура там повыше, здесь пониже, там реакция идет быстрее. Здесь реакция идет помедленнее. Ну и сверху. Тряпкой за столь короткое время он не стирается. Ему надо находиться больше времени в димексиде, чтобы начать отмываться и отваливаться грязи. Под кольцами, вот сейчас сниму верхнее кольцо компрессионное. Вот снял кольцо. Видно хорошо, что грязь под кольцом, она не ушла. Даже если я возьму щетку и щеткой ее почищу. Протру. При этом протру внутри тряпкой. Грязь никуда под кольцом не делась. Она все равно находится там. И вот проведя отверткой, вот она на отвертке. Опять же, чтобы хорошо отмыло, нужно дать больше времени. А потом, потом эффект, да, уже будет невозвратимый. Грязь начнет отваливаться и отваливаться кусками. Вернемся к первому поршню в чистом димексиде. А вот здесь уже процесс идет в данный момент уже быстрее. Вот он постоял. На данный момент у нас прошло 25 минут с момента, как мы налили. При этом работа, как в двигателе поршней, здесь не происходит. Поршня стоят на месте. А там постоянное трение в стенках цилиндра с температурой, с пленкой, масло и димексида. И все вот это слетает гораздо быстрее. И я еще не знаю, как он будет работать в современных двигателях, в которых очень много разных сплавов металлов, пластиков. Ну и все. Вот он, чистый поршень. Нету на нем никакого напыления. И грязь уже вот. Полчаса времени. Грязь начинает спокойно отваливаться кусками. Это если даже делать раскоксовку, как там говорят, наливать цилиндры, дав ему температуру и налейте его в цилиндры, надо ждать не меньше получаса, чтобы у него начался процесс. Но за эти полчаса, которые он находится, у него начнет появляться реакция с цилиндрами. Ну и поршень. Особо чистым тоже не стал. Так, вот у нас кольцо. Снимаю кольцо поршневое. И хорошо видно, под кольцом находится грязь. Также возьму. Помыл. Протру. Ничего подобного. Под кольцом грязь как была, так она и есть. Вот она. Повторю. Вытираю отвертку. Вот она. Вся грязь, которая находится под кольцами. Под кольцами. Она сама не вымоется за такой короткий промежуток времени. Дизельный поршень. Точно так же. Помою его в температуре. До этого я его не трогал. Не мыл, не мочил, не ложил. Напыление у него было идеально. Вот он и рабочий. Но вот видно, у него только пятнышко здесь. Здесь как с одной, так и с другой стороны у него все полностью присутствует напыление. Так, а теперь вернемся к поршню, в котором масло. И продолжу его протирать. Вот смотрите, все. Даже с маслом димексид полностью смывает напыление. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вот где слой его поменьше был, смыто и здесь, и здесь, вот я даже протёр, он сошёл. Грязь до сих пор не отошла, нагар на поршнях держится. Это с маслом. Ну и что мы здесь видим? По итогу видим, что димексид у нас, и это толстое напыление, он у нас его потихонечку смывает. И так же со второй стороны. Вот оно, натре, и не. Вот оно, натре, и не. Вот оно. Вот оно уходит, но поршень полностью не отмылся и наливая его в поршневую на 20-30 минут вы результата чистоты не добьетесь. На этом смыло полностью который не грел как он был так он и остался который был с маслом и я его грел, смыло наполовину, поэтому делайте выводы сами и если что-то делаете с димексидом, делайте эти в масках в респираторах и завершение ко всему хочу сказать что димексид это химический состав, воздействие его на металл неизвестно и то что он отмывает это не говорит о его моющих качествах, это говорит о том что он влияет каким-то образом на металл и от этого получается его чистящие свойства. Мы не знаем как он влияет на другие сплавы металлы, знаем что отмывает краску, поэтому прежде чем использовать его в таких вот вещах подумайте нужно ли это вам. То что смывает я еще раз показал вам, да действительно он смывает с поршней тефлон, все зависит от концентрации, от температуры его и времени воздействия, даже толстое напыление которое было на дизельном поршне он тоже его постепенно смывает, насколько он осветлел уже тереть дальше я не стал, все говорят это не тефлоновое напыление, но опять же я не утверждаю что это тефлоновое напыление, напыление как я почитал бывает разное есть графитовая составляющая основа, есть молибденовое напыление, но ведь тем не менее информацию о тефлоновом напылении никто не отменял, она также присутствует что это и тефлоновое напыление. На этом все, вот такой мелкий эксперимент провел, то что я увидел показал, а вывод делать вам каждому самому. Всего вам доброго!